Всем привет, дорогие друзья! Очень рада вас всех видеть у нас на канале. Сегодняшнее видео нам будет такое, знаете, больше разговорное. Я знаю, что не всем нравится такой формат видео, но такие видео у меня тоже бывают, где я больше говорю, нежели занимаюсь, знаете, мотивацией, то есть уборочкой, готовкой. У меня продолжаются заготовки. На выходных мы купили смородину, и я готовила из смородины варенье. В общем, у нас вышло 4,5 кг смородины. Полкилограмма я убрала, а 4 кг переработала варенье. Я пробиваю все погружным блендером до однородного состояния и добавляю сахар. Я варенье и смородины не варю, я перетираю его сахаром. Мешаю, мешало весь вечер, мешало потом на следующий день немножечко до полного растворения сахара в ягоде. Сахара я добавляю 1 к 1, но плюс еще добавляю 1,5 кг. Раньше я делала 1 к 2, то есть делала 1 кг ягоды и добавляю 2 кг сахара. Мне казалось, что так оно намного слаще. И в том году я стала делать так, то есть я добавляю, если у меня 4 кг ягоды, я добавляю 4 кг сахара и плюс к этому я еще добавляю 1,5 кг. Если бы у меня было ягоды 5-6 кг, то я бы добавляла 5-6 кг сахара и плюс к этим же я добавляла еще бы 1,5 кг. Так намного получается менее слаще. Оно не сахарится, не бродит и, знаете, получает такое густое, как джем. Заготавливаю я варенье для себя и для мамы. 4 литра уйдет маме и 4 литра как раз получилось нам. Но мы литровую баночку свою взяли и ее, конечно же, попробовали. Я всегда оставляю варенье на пробу. Оно получается очень вкусное, без варки, намного полезнее. Таким способом я еще заготавливаю малину. Только малину я уже добавляю сахара 1 кг. То есть 1 кг малины тоже пробиваю блендером, протираю через сито от косточек и добавляю сахар 1 кг. Здесь я уже не жду растворения сахара. Перемешала, разложила по контейнерам и убираю в морозилку. В этом году я не знаю, получится у меня заготовить или нет, если только останется место в морозилке. Потому что я хотела купить морозильную камеру побольше, но пока у нас не получается. Мы в этом году решили, что немножечко возьмем паузу в наших ремонтах, облагораживание двора и немного отдохнем. За 10 лет мы, знаете, особо никогда не отдыхали нормально. Этот год мы решили посвятить немножечко отдыху. Проводить время с друзьями, проводить время с семьей. Ездить в то же самое паровое, зеренду, купаться, наслаждаться летом. Конечно же, параллельно у нас и огород. Мы продолжаем заниматься огородом. Продолжаю я продавать свои огурцы. Помидоры уже скоро пойдут. Но и отдыхать тоже нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, варенье и смородины я разлила уже все по баночкам. В общем, у меня вышло 7 литров. Две банки двухлитровые и три банки по литру. Из них 4 литра. Это будет для мамулечки. Потому что у нас смородина очень вкусная, ароматная. А мама, говорит, брала на компот и была какая-то, говорит, суховатая. Поэтому я для мамы делала варенье тоже. Приедет она в августе до Нурсултана на день рождения и как раз заберет. А нам 3 литра хватает, потому что я готовлю варенье разного вида, но по чуть-чуть, чтобы у меня не оставалось. Я уже сделала варенье из абрикосов. Азамат ездил домой. Родители передали двухлитровую банку со сливой. Вот теперь у меня смородина. У меня еще есть с прошлого года малина. У меня еще есть клубника с прошлого года. У меня варит мама варенье из малины и из клубники. Поэтому она передает такие, знаете, трехлитровые банки. И поэтому у нас еще его много. Я еще, наверное, сварю из персиков. Сделаю. И, может быть, вишня. Сейчас мы поедем на базар. Я посмотрю, почем ягоды. Мне нужно будет взять сейчас ежевику. И нужно будет взять малину. Это для заморозки. Я сразу возьму с дома такие вот контейнеры пластмассовые. Чтобы мне сразу сюда и малину, и ежевику. Азамат вчера проходил мимо через базар. И говорит, ежевики не было. Ежемалины, вот это вот ежевики. Поэтому думаю, что, может быть, сегодня появилось мне вот хотя бы один лоток. Надо будет. Сейчас вот буду брать два. Для малины и для ежевики. Так я уже все на кухне навела порядок. Сразу помыла пол. И, девочки, вы у меня спрашивали по поводу эустомы. Эустома, оказывается, все-таки зацветет один вид у меня сиреневый. Как я ее выращивала? Я ее выращивала, девочки, в этом году первый раз. Я начала читать об эустомах в гугле. И вроде бы все просто было выращивание. Нужно было подготовить грунт. Получается, положить семечку. И не присыпая ее землей, вот так вот орошать, поливать. Таким способом она, получается, проклевывается. Потом корнями в землю уходит и растет. Вот, выросла она до таких размеров. Я садила двух видов. Это сиреневая и белая. Изначально, видите, они все такие вот зеленые. Я думала, что они все будут белые. Нет, все-таки, вот видите, сиреневый будет расцветать. Теперь у меня еще есть в инстаграме страничка семена Алтая. И там девушка тоже рассказывала, как раз был у нее такой выпуск видео. Она рассказывала про эустомы, что их нужно, если вы хотите, чтобы, например, был только не один вот такой вот стебель, как у меня и на верхушке, а хотите, чтобы были боковые еще побеги, как вот в этом вот случае, тут, например, на одном сразу идет два, и еще, например, растут боковые, то верхушечку нужно отщепнуть. Тогда пойдут боковые, и цветов будет намного больше. Это что касается, да, чтобы было такое обильное цветение эустомы. Что касается ее пересадки, я ее не пикировала. Как вот я посадила ее в эти стаканчики, в эти баночки, так она у меня здесь и растет. Вот единственное, что ее можно было высадить еще на улицу. Но при этом должна быть одна и та же температура. А у нас температура перепады. У нас то тепло, то холодно, то ветрено, то жарко. То есть я решила, что эустомы пересаживать именно в открытый грунт я не буду. Они будут у меня расти вот таким вот образом. И они выросли. Они вот-вот-вот уже начинают раскрываться. Цветочки, вот скоро сиреневый зацветет. Здесь вот эти два вида, они отличают. Вот здесь стаканчики, здесь вот беленький вид. Они тоже начинают распускаться, раскрываться. Единственное, что я хочу их посадить, пересадить в кашпо. У меня есть два кашпо розового цвета. Такого вот плана, как вот вазон, где стоят цветы. У меня есть еще кашпо. Азамат мне там сделает дырочки, чтобы вода проходила. Я их хочу пересадить в более такой, знаете, красивый, чтобы был у них красивый вид. А так я их на улицу пересаживать не стала. Я побоялась. И я, наверное, правильно сделала, что я их туда не пересадила. Потому что на улице, мне кажется, они бы у меня просто бы напросто не выжили. А так я открываю для них окно постоянно. Они напитываются кислородом. К ним поступает воздух. Их немного здесь колышет ветерочек. И они прекрасно у меня здесь растут. А так, девочки, знаете, по поводу эустом, я тоже в этом году первый раз их садила. Мне они очень нравятся. Азамат мне дарит цветы. И они всегда в букетах. Но я решила на свой страх и риск посадить их сама. И вот они выросли. Высаживала я семечки в конце февраля, начало марта вроде бы уже было. Но садить их нужно в начале февраля. Для того, чтобы как раз к концу августа они вообще должны... Если бы были на улице, мне кажется, они бы у меня еще вообще даже не зацвели. А так как они дома, они вот уже июль месяц заканчивается, они у меня начинают цвести. А так вообще по описанию, когда я читала, они начинают цвести конец августа. Желательно их можно посадить, знаете, в отдельный горшок. Чтобы вдруг, если начнутся там холода ранние, таких можно было занести домой. И они спокойно вот растут дальше на подоконниках. Поэтому у кого, например, они там 15 сантиметров и не растут, я, девочки, не знаю, почему это так происходит. Потому что я особо тоже не знаю их физиологию, почему они могут не расти. Поливаю я их, наверное, два раза в неделю всего лишь. Вот сегодня вечером я буду их поливать. Поливала я их позавчера. Каждый день я их не поливаю. Ну вот такая вот у меня на подоконнике сейчас красота. Но сейчас пойдем собираться на рынок и поедем за ягодой. Девочки, я уже дома. В общем, съездили. Я купила ежевику. Взяла лоток на 2000 и также на 2000 домашняя малина. Видите, она такая сочная и немного подавилась. Сейчас я это все отправлю в заморозку. Также купили покушать персиков. И сегодня утром я замариновала шашлык. Сейчас Азамат рубит дрова, будет разжигать мангал. А я буду сейчас это все нанизывать на шампур. Сегодня будет у нас на обед шашлычок. Шашлык готовится. Смотрите, какой он красивенький, сочный, ароматный. Красота какая. Стол к обеду накрыт. Зелень пошла сорвала. Шашлык. Смотрите, какой он красивый, сочный. Аппетитный. Ну и, конечно же, овощи. Всем приятного аппетита. Вышла на улицу. У нас уже вечер сегодня. Огород не поливали. Но мне нужно сейчас на огороде собрать патиссоны. Вчера заглянула. Уже смотрю, есть и большие, и маленькие. Завтра, скорее всего, буду солить огурцы. Но заодно и посолю патиссончики. Вчера еще прополола огород немного. Травы совсем чуть-чуть. Сегодня, думала, выйду. Нужно было вот эту вот сторону прополоть. Ну, что-то у меня не было настроения выходить на улицу. Потому что было ветрено, жарковато. Я уже оставила завтра. Потому что совсем немножечко. Здесь совсем чуть-чуть травы. Помидорки. Черри смотрю. И красные тоже будут. А то почему-то только желтые у меня желтеют. Черри. А красных было очень мало. Думала, у меня будет только красный. А это, я так полагаю, что у меня, знаете, семена. Либо росточки. Как малиновый крепыш похожи. Потому что на черри это совсем у меня не похоже. Потому что они очень большие. Вот это вот черри. Вот это я понимаю. Маленькие, одинаковые. Эти прям совсем большие для черри. Но их тут достаточно тоже. Потихонечку. Все краснеет, желтеет. Здесь тоже очень большие уже наливаются. И смотрите, сколько патиссонов. Сейчас я открою и покажу. Смотрите, какие еще они такие огромные стали. Ой, листочки колючие. Очень такие большие. Смотрите, хотя было написано, что вырастают всего лишь до 30 граммов. Ну, тут больше, чем 30 граммов. Это точно. Буду, наверное, резать. Сейчас маленькие пособираю, которые в банку как раз. А эти прямо такие будут огромные. В общем, пошла я все это собирать. Смотрите. 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 Вот, смотрите, какое количество я собрала уже. Прям вот разве это 30-40 грамм. Да нет, конечно. Хотя на пачке было написано, что вырастают до таких размеров. Получается, вот такие должны были быть. Это максимум. Ну, есть такие уже огромные. Может быть, завтра рагу сделаю. А те, что поменьше, можно будет разделить на 4 части. Я буду засаливать. Прям такие есть. 5 штучек. Прям огромнейшие. Прям большие. Видите, какие? Ну, зато красивые такие. Желтые. Видите, сколько помидор. Помидор очень много. Ну, пока еще этот ряд. Они еще пока не краснеют у меня. Там, если черри краснеют, то здесь только пока вот набирают, наливаются. Большие становятся. И, кстати, уже есть у меня кабачки. Тоже давно не заглядывала. А вчера пришла, заглянула с этими разъездами. Гости. Я на огород прям так, знаете, не заходила. Это когда вот уезжали на природу, увидела, что у меня есть кабачки. Но в этом году очень много мальчиков. Те, которые только цветут. Вот такие вот цветочки. То есть они цветут, отцветают и все. Вот эти вот прям, то, что вот первые у меня появились, они прям такие, знаете, пустоцветы. Я их так называю. Потому что они пустые. Вот очень много зацвели, отцвели. Здесь вот очень мало кабачков. А уже вот, которые я вторые садила. Здесь уже, конечно же, большое количество. Здесь прям каждый цветет. И на каждом есть кабачки. Видите? Очень много завязи. Очень много будет кабачков. Здесь также. Эти уже побольше. Но тоже есть, которые пустоцветут. Пустоцветы. Мальчишки. Кстати, я видела рецепт, где можно эти цветочки собирать. И в кляре их обжаривать. Говорят, что вкусные. Не знаю. Может быть, когда-нибудь попробую я этот рецепт. Пожарить цветочки. И попробовать, как они на вкус. Все. Завтра утром пособираю огурцы. И буду солить вторую парчу. Ой, чашка тяжелая прям такая. А на улице прям так тихо стало у нас. Блин, очень тихо. Тихо, спокойно. Сейчас мне, если кто-нибудь в голову клюнет, то я, наверное, еще и немного пропалю. Видите, земля еще сырая. Вчера вечером поливали. А еще сыро. Потому что сегодня было как-то прохладно. Вроде бы изветило солнце такое яркое. А все равно почему-то было прохладненько. Ветер прям такой был холодный. И мне еще надо будет вырвать обязательно листья салата зеленого цвета. Эти еще как-то лолороса вкусные. А эти прям уже все зацвели, отцвели. И уже очень горькие. Надо будет... Завтра будет полив. Сыр еще земля. Завтра, если у нас будет полив, то я их вырву. И все, уже уберу. Перцы тоже... Перчиков тоже очень много. Наливаются. Скоро начнут набирать цвет. Но пока стоят зелененькие. Так, в принципе, огород зеленый. У нас уже закат. Так красиво на улице. А я пойду заходить домой. У меня еще, кстати, георгин начала цвести тоже. Потихонечку. Такой небольшой кустик. Маленький, такой низкорослый. Но и хорошо. Чтобы ветер не поломал. И вот уже один бутончик начинает распускаться. У нас наступила среда. Я покажу, чем я занималась вчера. Девочки, вчера я заготавливала огурчики. Засаливала, как я уже вам говорила ранее. Я собирала патиссоны. Утром вчера мы собрали огурцы. Я засолила, знаете, такие маленькие, как корнишоны. Они очень такие маленькие. Аккуратные. Здесь немножечко уже не хватало. Я добавила патиссоны маленькие. В общем, у меня вышло 3 литровые баночки с маленькими, такими вот аккуратненькими огурчиками. Я хотела и прям вот засолила. И 3 банки засолила. Ну, такие вот обычные наши засолочные, которые вырастают до нужного своего размера. И, как я уже вам показывала, патиссоны. Патиссоны у меня были перероские, были маленькие, да, которые выросли большими. В общем, у меня вышло 5 литровых баночек еще патиссонов. Патиссоны пришлось резать. Некоторые резала на четвертинки. Некоторые части я разрезала на 8 частей. Некоторые патиссоны, потому что они были очень большие. Но в таком виде они тоже очень хорошо засаливаются и будут очень вкусные. Но теперь нужно выходить каждый день и срывать их в маленьком виде. Чтобы они у меня, конечно же, не перерастали. Потому что я хочу, чтобы они были в банках у меня маленькие и красивые. Банки еще довольно-таки теплые. Хотя вчера я их засолила до 3 дня. Но они еще теплые, пусть остывают. Также я вчера, девочки, перебирала все свои закрома. Очень много мы всего, знаете, посъедали. Очень мало у нас всего осталось. Очень много осталось у меня только помидоров. В этом году я солить помидоры вообще не буду. В том году я солила 15 баночек. Из них у меня осталось еще 8 литровых. Здесь 4, еще 4 есть в другом шкафу стоят. И 3 баночки пол-литровых, знаете, с черри. Поэтому в этом году помидоры солить я не буду. Также я не буду делать томатный сок. Кетчуп буду делать обязательно, потому что кетчуп осталось очень мало. Это у меня сливовый соус. Сливовый соус этот я буду убирать тоже. Потому что в том году взяли не такую сливу, которая нужна была. И цвет у него получился, у соуса, как кетчуп. Мне не очень нравится. И мы даже ни к одной баночке не притронулись. Огурцов осталось очень мало. Огурцов с прошлого года осталось всего 3 литровые баночки. Огурцы мы кушаем очень много. Это если там готовлю картошечку, достала баночку с огурцами. На рассольник баночки литровые, маленькие. Поэтому здесь всего лишь на 1-2 раза. И все. Вот это самый лучший для меня вариант. Потому что если заготавливать 3-х литровый, либо 2-х литровый, то огурцы потом стоят и киснут. А вот в литровый самый раз. Съели лечу. Лечу тоже буду заготавливать. Нужно будет заготовить 2 партии икры кабачковой. Также позаканчиваются баклажаны. Нужно еще будет посмотреть. Знаете, вот такие вот маленькие. Это еще тоже с прошлого года. Наверное, даже с позапрошлого года у меня стоят. Вот маленькие черри и такие же маленькие патиссонички. Очень красиво смотрятся в баночке. В том году я готовила еще салат кабачки. Собственно, не в собственном соку, а в томатном соку. Вот сейчас я покажу. И заготавливала еще, знаете, помидоры. Очень плохо мы их кушали. Вчера я выкинула 2 литровые баночки собачки с хлебом. Вот размакиваю хлеб в этом салате и собачки отдаю. Ну, не знаю, как-то у нас не зашло, не пошло. Не пошел у нас этот салат. Поэтому в этом году я делать не буду. И пробовала, делала вот такое вот с помидоров. Мне вообще не понравилось. Вообще не понравился нашей семье никому. Здесь помидоры, лук, зелень. Тоже в собственном соку это все стоит. Потом кипятится. В общем, знаете, не знаю. Это на любительный, наверное, салат. Кому-то нравится, кому-то нет. Поэтому эти 2 салата уходят. И 2 салата нужно будет придумать новых. Если знаете какой-нибудь хороший, вкусный, проверенный рецепт салатов, обязательно пишите мне в комментариях. Я обязательно почитаю, посмотрю. Если мне понравится, я тоже, возможно, буду готовить. А так дел очень много. Вчера я и заготавливала огурчики, и наводила дома порядок. В общем, к вечеру я была никакая. Сейчас вот буду заканчивать, девочки, видео. Пойду дальше заниматься делами. Надо выйти на огород. Надо вот пособирать патиссончики. Ну, а с вами, конечно же, уже увидимся в новом видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok